Возвращаемся на Dota 2 Champions League и у нас третья, кто бы мог подумать, третья, третья карта в этих переигровках и не факт, что вообще последняя, потому что что здесь будет, никому неизвестно и непонятно. Не Мига, которая сегодня весь день будет играть с Ладином. На мой взгляд, выбрала себе очень подходящую стратегию на первую карту. Вообще как-то странно завершилась первая карта. Такое ощущение, что там ребятки из VGaming просто не проснулись. Проснулись они во второй или нет, непонятно, но очевидно, что Брейм заснули. И вот теперь третья. Ну, учитывая коэффициенты, которые есть, наверняка, я думаю, что действительно достаточно велика вероятность того, что Брейм выиграет. И у нас пойдет второй круг. Вообще этого не исключаю. Там команды как бы не выдохлись по итогу сегодняшнего дня. День может быть очень продолжительным. Вчера, например, в трех сериях мы увидели все девять карт. Ну, это, типа, знаешь, это было девять карт для вас, но для команды это было, ну, типа, не девять карт, да? Это они там... Ну, понятно, да. А здесь реально все команды сидят и играют. То есть это прям... Обычно команды... Ну, редко бывает, что команду вот так вот фигачат в последнее время. Ну, вот Fantastic Five там был, у них серия из двух игр. Но в целом ты пришел, ты отыграл серию, и ты там свободен, как правило. Здесь же ты пришел, сыграл, ждешь, потом еще... Ой, я даже не знаю, что здесь будет. Как ты сказал, коэффициенты от Винлайн действительно есть, и Брейм действительно фаворит. Не забывайте про бонус в виде тысячи рублей. Получайте, ставьте на доту. А также наш партнер Invitro предлагает вам пройти проверку состояния своего здоровья, сделать чек ХП со скидкой 20% тоже по баннеру. А я предлагаю пройти всем зрителям этих переигровок еще потом курс на проверку вашего морального здоровья, ментального. Потому что здесь такое происходит, что смотреть на это... Просто смотреть недостаточно. Нужны какие-то специальные защитные очки. Возможные наушники, кстати, но это уже по другой причине. Вот. А особенно если вы... Ну, я все, я определился. Я вот в этой игре, я смотрю за одним человеком. Это не Фрид. Я пристально за каждым его действием слежу. И даю в рамках официальной трансляции оценочное суждение. Свои. По его игре. Здесь он на Фантомке, кстати, будет. Вообще другой герой. С точки зрения... Ну, тут уже более такой прыгучий, мобильный, взрывной. Но со своими минусами. А у Немиги какой-то Акс. Причем Акс куда? Это в Мид Бист, да? Это в Мид Бистмастер. Да. Они же играют так постоянно. Там же Инкрат выступает на Бисте. Классно. Так, и Керри Фурион, да? И Керри Фурион. Керри Фурион. Мид Бистмастер. Уфлайн Акс. Висп Леон. При этом они играют против Вайпера, что для Акса уже проблема. Потому что под тучкой ты не крутишься. Ты просто прыгаешь, получаешь тучу и не крутишься. И это очень грустно. Но это супер темп. Это супер темп против Супер Лейта. Как же жадно от Брейм. Они добирают к Фантомке еще и Тинкера. Ну ты понял. Я на самом деле вспомнил про этого Тинкера в самый последний момент. Потому что, ну это же Брейм, это же Виш. И я смотрю на пик Немиги и понимаю, что этого Тинкера здесь, ну по большому счету, никто не ловит. Когда игра затягивается. Да, там можно деревья распилить и каким-то образом мешать позиционке Тинкера. Но это все равно не те герои, которые вот моментально на него прыгают, находят и убивают. Это там не Зевс какой-нибудь, не Спектра какая-то. И толковый Тинкер может всего этого, да, избегать. Ну я... И в Лейте у Немиги шансов ноль. Я согласен, что в Лейте против Фантомки и Тинкера играть сложно. С другой стороны, в начале, когда Тинкер еще не расфармился, летают топоры Бестмастера. Там есть где-то Акс с блинком. Леон, который в теории может быть с блинком. Профит. Висп. Это такая супер глобальная стратегия получается. Они куда угодно прилетают. Здесь сами играют Немига, как вот Брейм играли буквально неделю назад на Д2СЛ в такой супер агрессии. И, к слову, ту игру Брейм вообще выиграли в салат. Они просто уничтожили оппонента. Ну вот как в прошлой игре, в принципе, они же играли в агрессию. Просто они залили линии, но потом из-за этих залитых линий, возможно, они и не додушили. Ну, на самом деле, еще и из-за своих ошибок. Короче, интересно. Мне комментаторы в этой игре переобуваться не будут. Тут все понятно. Тут Лейт за командой Брейм. Вопрос только, доживет она. Нет, может быть, конечно, со старта они развалят. Но это будет шок для меня полнейший. Шансы не дожить до Лейта есть. Потому что Немига играет Фурионом, с которым вчера, например, играли Цист Реджект. Играли тоже против Вайпера. То есть там Вайпер пришел в сложную линию. Рамзес пофармил, легко победил. И потом пропылесосил всю карту. Конечно, темп дичайший могут Немига здесь остановить. И Бестмастер, Фурион. Это герои, которые со скоростью света просто будут строение пушить. И Брейм нужно будет как-то реагировать. Здесь кроме Тинкера никто не дефает. Но и то это не тот старый Тинкер, который машинки запустил. Они стоят, отпушивают самманов. Здесь такого нет. Здесь надо покупать Шард. Во-первых, это поздно. Во-вторых, все его берут. Да-да-да, он сейчас не котируется. Сейчас машинки... Ну, они соответствуют примерно третьему уровню прокачки старого Тинкера. Или даже чуть слабее, там, процентов на 15-20. Не помню точно цифры. Но точно не соответствуют четвертому левелу. Около третьего где-то. Да вообще, тут мне кажется, что как бы всякими силовыми блинками с лазером, который бьет по площади, с агонимом новым эти машинки ушли. Так, ну давайте смотреть. Здесь у нас тем временем срубается вард. Виш получает... Вообще непонятно, кто получает. Тот, кто поставил и купил этот вард, получается. Партнер получает плюс 100. За этот вард, ну, экспу получает все, кто оставил рядышком. Виш 4... Нет, 5 айрон бренчей тангусики. Вот интересно, конечно, вайпер, спирит брейкер такая линия. По игре-то вайпер, понятно, он против акса хорош. Вот если бы они на линии еще были, то вообще было бы страшно. Зачузан Ван опять выкатил своего акса. Хоронного. А, Спартан опять вот с таким суппортом, которого... Ну, он любит какие-то непонятных таких пятерок, которые обычные-то и не пятерки. Ну, вивер еще ладно, но все равно у него какой-то плейстайл очень интересный. По прошлой игре мы видели, что миллион раз умер. И все равно при этом деньги есть. Играет достаточно жадно. Ладно, смотрим. Все ради начала. Так, где нефрит? Ну-ка. Пока ничего не увидеть в его игре необычного. Вайнкрафт, вот, кстати, тоже бестмастер. В принципе, достаточно так. Ничего примечательного в этом персонаже нет до покупки Аганима. Но стоит купить Аганим. Там вот прям сразу идет резкий скачок. Поэтому тайминг этого Аганима очень важен. Он просто может... В идеале, если он находит еще какой-то реген, он заходит... Он забирает Рошана, потом идет... Он забирает весь вражеский лес, всех крипов, он все пропушивает. Он в драке нереально крут. То есть, если ранний Аганим, то да, это супер жестко. Но потом, конечно, его эффективность начинает снижаться. Потому что у тебя просто нет времени на медовом герое закидывать эти топорики, ждать, пока они вернутся. Драки слишком быстро заканчиваются. Но здесь все предпосылки, что этот Аганим сработает. Фии, кстати, супер неприятно будет играть против такого беста. Уходишь в Shadow Realm, а топоры по тебе летают и летают. И все равно умираешь. Ну, пока что нормальное начало. Пока что какой-то заливки, как от Брейм на прошлой игре, нет. Пока вполне себе нормально стоят. Ну да, и бестмастер здесь хорошо будет на линии стоять против тинкера, 100%. Ну, это милишник и с топориком, и с топорами. Крипов добивать очень легко. Где-то надо еще динайк мешать Вишу. Чем позднее Виш получит свой нормальный старт, тем лучше. Потому что, ну, Виш действительно мастер игры на тинкере. Это точно лучший тинкер до 2, как минимум. А то и всех вторых дивизионов, которые у нас есть. Ну, кто еще играет на тинкере вот так? Депрест кит, может быть. Ну, Виш мне побольше, наверное, нравится. Там, мне кажется, просто опыта побольше. Слушай, тут я смотрю, как Нефрита прям реально тяжело ему стоять против Акса. Может быть, Акс не вырывается по крипам так сильно вперед. Но прям видно, как Нефрит каждого крипочка здесь выгрызает. И вот по хп-шечке разменивается далеко не в плюс. А там еще и пачка идет. О, Аксу не везет пока на крутилку. Вот он, когда надо, не крутанулся. На отступлении крутанулся два раза. Но все равно это невыгодный размин, потому что стики прожаты. Все прожато. И ресурсы потихоньку заканчиваются. При этом профит снизу улетает домой. Пополняет ресурсы. И вот он уже здесь, пожалуйста. Он уже здесь. У него все в порядке. Все отлично. Вайпер, правда, тоже идет достаточно хорошо. Мне кажется, линия все-таки поагрессивнее спиритбрекер вайпер. Именно из-за Леона. Леон вначале. Что он делает? Вот этого я не понял. Мува, если честно, надо наказывать Ладина. Заменка. А, или это байт гениальный. 300 IQ байт какой-то. Байт на... Кстати, реально минус все хп. Но вообще я думал, что это очередная фб. Он же заменяет ванскора. А если ты заменяешь ванскор, ты должен отдавать фб. Иначе замена нелегитимная. И вот он же в первой игре отдал фб. Сейчас был близок. Но в итоге, кстати, нормально получилось. Минус все ресурсы. Сейчас сам пойдет где-нибудь сфидит от обкрепочков, может быть. Или просто пешком до базы. Ну или так. Нормально. Фурион и так постоит там. Не царское это дело. Так. Курица. Курица не отдается. Что у места? 23 крипа. Тинкер 18. Что сверху? За Чузен Ван. Все. Хил весь выбил. Нет, нет ангусиков. Ничего. Фэйри Файер остался. При этом у него кольцо, стики и висп с 11 стиками. Оп. Минус крипок. Ну, верхняя линия. Я бы так сказал. Она не выиграна. Она продушена максимально, насколько это можно вообще в современной доте. И Акс будет все свое получать, да. И, соответственно, Фантом Ассасим тоже сильно проседать не будет. Ну, дистанцию получается держать с Аксом. Где-то там дайгером крипов добьешь. Пойдет. Пока Акс не готов за вышку там куда-то заходить. У Фантомки точно все будет хорошо. Готов он будет, наверное, после того, как купите Вангвард. Тут немного, в принципе, осталось. Но, наверное, не эта линия станет. Так, так, так. На миде, на миде, на миде. Видишь, замедление Кабана есть. Топорики залетают. Лазер уже был потрачен. Кекс. И это великолепный выход от Лудина. Я только хотел сказать, что что-то Лудин там кинул профита. И профит вообще непонятно, как выживает. Но нет, он красава. А, ищет, а вот так. Тут не по шансам зашел. Стоманин. Ну, накажут. Ну. Топорик. Айнкрад. Ну, а что не ударил? Он ведь мог. Порами надо попадать. Попадает. Даблкил даже. Это был байт на фласку. Ты не понял. Понял. Тогда это гений на Айнкраде. Ну, и в итоге даблкил. У нас, когда спрашивали, кого мы считаем лучшими игроками недели MVP, по-моему, только мы с тобой написали Айнкрад. Больше никто его не написал. На самом деле, больше вообще никто ничего не написал. Да, да, да. Это Жиза. Просто два человека отметили Айнкрада, и ты кого-то еще написал. Я кого-то еще там, кто что-то там играл. Но я как... MVP это очень такая сложная... В итоге был результат, потому что я думаю, результат посмотрим. Там Айнкрада, короче, нет. Просто кто-то выбрал без нас. Да, ну мы там четкий момент. Даже четкую игру вполне выделили, где он прям продушил. Так, тут нападение на Киритича. И нет некому ему помочь. Сможет ли сделать ТП? А, сможет. 17%! Ладно. Было близко. Так, сверху, на Акса нападение. Вернее, он здесь перенаглел, но на него нападение. Но Висп, где Висп? А, Висп очень далеко. А что, это Паут? А-а-а. Тут, кстати, если посмотрите, что с избиванием телепортов в команде, да? Кроме Спирит Брейкера. Гоблок Дота. Посмотри на Нетворс Бестмастера и Тинкера. Вот это разрыв между ними. ФБ плюс Дабл Килл. Да, причем на этом же Тинкере. И у Беста Реген. И, кстати говоря, не обязательно Аганим даже иметь, чтобы раскидаться сейчас топориками как следует. Вот он уже пошел. А кто-то делает стаки под Тинкера, который он потом зафармит с моками? Не вижу я стаков на Эншентах. Там бан. Забанено. Так, Тинкер. А, нет, это Бара, прошу прощения. Кстати, Айнкрат все еще. Все еще Реген работает, в принципе, у Айнкрата. Ой, Спартана задел очень серьезно, и Рор в него дал, и пошел руками. Помоги, Висп. Висп помогает, и Айнкрат разрывает. Вот это, по-моему, единственное чувство на планете. На Айс помешали. А сверху, тем временем, нападение на Акса. Сможет ли Акс здесь как-то пожить? Может быть, Висп ему поможет? Нет, у Виспа тизер в кулдауне. Две секунды не хватило. Так бы подконнектился в Ферри Файер Стики. Акс выжил. Но вообще, зафит бестажевский. Что я могу сказать? Он фармил стаки, и еще и фею зафармил. По-моему, команда Брейм конкретно еще не сталкивалась с этим бестмастером. А Айнкрат реально как бы чуть ли не единственный человек на планете, на профсцене, который пикает до сих пор бестмастера в центр. И делает это очень часто. И у него действительно есть такие сигнатурные персонажи, на которых он очень хорош, и при этом которые не являются метой. В первую очередь это Пангольер, и второй герой его — это бестмастер. И ты, с одной стороны, готовясь, наверное, к игре с командой Немига, должен про это помнить. С другой стороны, все равно не все еще как-то уважают этих героев его исполнения. Думают, да ладно, законтрим. Герой-то не страшный, герой-то слабенький, его уж никто не берет. А по факту Айнкрат может разорвать что на одном, что на втором. Коэффициенты от наших друзей из Винлайн. 1.75.2.0.1 в пользу команды Немига. Тут как раз начинается драка какая-то. Виспа бьют, и Акс успевает дать кол. Висп максимально долго жил. Да, очень много. Акс еще по всем кустам прошелся. Но у него ВГ, и у него еще 10 стиков, которые неплохо было бы нажать, потому что заряды бы уже копились дальше. Акс в итоге мансит до конца. Здесь его еще... Он все кусты собрал вообще. Надо крутануться и ударить топором. Хорошо. Ох, жестко, еще и кол. Но ракета летит, и ракета добивает помощи. Друзья, где помощь была? А помощь ломала мид на самом деле. Так, коэффициенты. Не забывайте про баннер. Коэффициенты классные. Мы посмотрим на них еще потом. Да, не хватает немножко. Вот такое ощущение, что чуть-чуть Немиги для того, чтобы еще круче размениваться. Но даже так они ведут сильно. И они разменяли этого Акса на самом деле на вышку в центре. При этом, что Акс еще и килл забрал. Это же очень жестко. Да, пожалуй. Так, ну а Тинкер, конечно же, с блинком. И все, его уже сложно ловить. Физ под разгоном, поэтому ракетки летят. Ой, а тут просто минус вайпер. Изи. Изи вайпер. И Акс что, идет дальше? Спартан как-то очень замедлен. А, он не замедлен, у него ботинка нет. На, второго туда за Чозан Ван. И Бару тоже можно. Третьего можно. Ой, не попалку. Топоры полетят через секунду. Вот так. Жесть. Акс, живи, дружище. Слушай, три килла. И Тинкер ничего не фармил в этот момент. Это так грустно. Он ничего не фармил. Он прилетел сюда. Он вообще ничего не получил. И они просто нараздавали героев на ровном месте. Немига сейчас выиграют эти переигровки. Ну, они как бы... Ну ладно, погоди. Мы уже посмотрели, как одна команда 10 тысяч вилла почти и поиграла. Тут лейт. Лейт и Тинкер. Смотри, что делает фея. Ну это жесть. Ну как? Как это можно выиграть, когда фея делает такие вещи? И не успел, но все равно погиб. Хотя Акс будет разменен. Ладно, нормально. Или нет! За Чозан Ван! Да что ж такое? А Незерстрайк другого полетел. Видимо, этого и другого заберут. Да, Висп поспешил. Он так хотел увести, но если бы он просто спрятался до конца и дал тизер в конце. Ну, кстати, меня это удивляет штука. То, что до Коли у нас... Ну, вспомни, Ванскор еще в 2013-14 годах. Он когда на Виспе играл, там анимация тизера не успевала появляться. Насколько быстро он увозил... Ну, типа в самом конце он это давал, чтобы не сбили. А здесь Бару успевает Незерстрайк кастануть. Ну, это классная игра от Бары, с другой стороны. Потому что... Ой, Тинкер сейчас умрет. Да ладно. Да, минус Тинкер. Как легко. Он просто зашел в лес и умер. Инград адекватный вообще. У него на 12-й минуте агоним. Да. Ну, так у него 4-0-3. Причем как? Он не ходит гангает, а к нему приходят и умирают раз за разом. Раз за разом. Так, Леон. Жесткий. Сейчас в Аксе, поехали. Тут скорее в Леоном. Сначала. И Акса из-за этого уйдет. Не, ну тяжело его взять будет. Висп тут. Хотя, хотя... Ну, там работает лужа. Да, да. Крутился и по итогу забрали. Ну, подфиживает вообще Максу. У нас довольно много смертей уже. 4 смерти. Там же был Леончик. Но они думали, что они сами на кого-то нападут. Но самое главное, вот. Айнкрат. 12, там. 12-20. У него уже сейчас в инвентаре будет агоним. Это реально очень быстро. Осталось только теперь, чтобы мана хватало на все это дело. И все. И поедем. Кстати, из хороших новостей... Дешевые очень. И Аркейн Бутс есть. Там хватает запасом. Десять раз можно кинуть смело. Плюс ульт. Что, из хороших новостей? А, из хороших новостей то, что пока нет пуша какого-то... Ну, как бы... Бреймы стоят. На своем, скажем так. Минус вайпер. То есть, какие-то размены есть, но Таверат вот стоят. Так, Террорайз. Террорайз залетает неплохо. Профиты убивают. Киридич убьют. Да, Киридич, вот. В таверну. Леон набегает. Как бы он сейчас здесь просто не отъехал. Ну и станом не попал. Что-то вообще какой-то рофл. Инкрат вообще ничего не боится. Рор просто. Ну, кстати, нормальный топориг. Тинкера, у которого было очень мало хп. В итоге тот байбекался и увезли. Ха-ха. Байбек просто, чтобы убить Виспа. Что творится? Это вообще непонятно. А, и сейчас бестмастер пойдет и Висп еще притянется. Смотри. Я буду очень удивлен, если он выживет. Ну, он выживает пока что. Хотя до конца. Ну, тут сейчас топорики. Там сейчас бестмастер просто может поубивать всегда. Топоры. Хоп. Еще раз попал. За следующим может просто... Давай, 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 давай. Пошел, 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 пошел. Не хватает чуть-чуть урона. Но он реально чуть фантомку не убил. Просто закидал их топорами. А, все, пошел Рошану фигачить. Поехали. Раз, два, четыре, шесть стаков. Восемь стаков. Десять. Просто он не заходя в Рошпит. Какой герой может еще не заходя в Рошпит вот так вот долбить Рошана с такой скоростью? Пеньки танкуют. А как тогда нерфили топоры, что от них отказались? Не помню. Черт его знает. Так, тут очень близко все. И бестмастер может погибнуть. Висп здесь. Пытается подсейвить. Летит Бара. Отличная ульта от начерс профита. Но погибает. Рошан очень битый. Фантомка вряд ли сможет его забрать. Потому что у него вообще нет хп. Я уж не знаю, где она их там потеряла. Минус бист. Слишком. Как нерфили топоры? Ты имеешь ввиду после Аганима или после чего? Вот Аганим, когда ему покупать начали, ну неделю поработало все, и потом сразу же понерфили. Вот я не помню вообще. А какой-то жесткий был нерф, что сразу же от бестмастера отказались. Я тоже не помню, как его понерфили. Вообще не могу вспомнить совершенно. Помнить бы какой-то патч был. И вспомнить бы вообще, что они как давали. Потому что, в принципе, они были плюс-минус такие же. Тоже там настакивали урон. Но... Вообще, по-моему, они делали как-то... Вот сейчас как написано. Каждый допрос делает врага, лишь единожды увеличивает урон, получаемый от героя его существ. Да не, в принципе, так и было. То есть... Так, а тут у нас... А тут у нас халява на Рошане подъехала. Вот так вот. Вот так вот, отдали. Ну, понятно, короче. Второй раунд переигровок. Ой, Акс еще не успел крикнуть. И кучу урона он получал. Аегис помогут вывезти. Берите как-нибудь. Аегис. Аегис. Леон стакнул фингер. А Баегис нормально. Стакается, работает, в отличие от других вещей. Ой, тут сейчас за инкрадом поедут. Он разворачивается, пытается выдать урон. Да, Мека, но Висп застревает в кустах. А он, видимо, пытался сделать релокейт. Но опять вот не в последнюю секунду давал, а так, что успел в кустах застрять. Ладно, в этой игре я фиг знает уже. Вот она реально в той стадии, что я уже не готов сказать, кто здесь. Но, по-моему, Бист потерял свой темп в данный... Вот после драки сверху, нескольких, я бы так сказал, драк сверху с равным разменом. После вот этой драки особенно. Барик. Виспа находит. Есть стики. Спартан минус. Такая игра, в таком ощущении, что лучше вообще ничего не делать. Вот кто нападает, тот проигрывает. МКБ на профите! После Мидаса! Это 3К Пап? Не, ну, типа в теории, да, окей, там лазер, там фантомка. Ну, а как же БКБ? А как же впитывать урон? Ну, как вообще он будет себя чувствовать против всего вот этого вот? Видимо, наличие бары заставляет додуматься о том, что, в принципе, БКБ не панацея и сразу можно МКБ. Есть одна хорошая новость в этом МКБ, что хотя бы с МКБ ты реально можешь где-то встать там и накидать кучу дэмэджа. Возможно, это сработает. Глебнер, кстати, огонь был. Рамзес вчера покупал. Тоже дает тебе немного и меткости. В том числе. 2000 остается на 18-й минуте. Очень мало, учитывая, против каких героев вы играете. Да, вообще. Да это тут, все, тут уже забей на героев. Это такая игра, в которой может... Я не удивлюсь, если в какой-то момент останется там один бестмастер против пятерых героев, и он кинет топоры и сделает рампагу, потому что всю драку будет кидать. Тут какая-то просто сумасшедшая игра, в которой совершенно не ясно. Вот что дальше этому бесту? Дальше продолжать фигачить. Ну, вот он берет блинк, и дальше какой-нибудь там, я не знаю, аркейн блинк с Энджин Кайо... Или там Кайо... Ну, Сэнджин Кайо, скорее, а не Кайо Яшо. И просто в магию дальше идти с этими топорами. Или что он хочет? Барик бежит. Не добегает. Нефрит БКБшечку делает. С БКБшечкой будет хорошо. Стоманин в шадовом улейте. Его не найти. Так, бегут. Опа, спалился! Ну нет, лезть с этим не стоит. Фантомку видит, не видит? Да, видит фантомку! Опа! И отлично! Под фингер забирает, Айнкрат забирает килл. Фингер, третий стак. Ну, хороший килл. А как они его увидели там? Там же вардов нет. А, на ястребе, я понял. Он там висит, запалил где-то. Хороший килл. Очень хороший килл. Ну что, давим? Пушим? Профит с МКБ. Сюда! Я нашел изменения Бестмастера, кстати. О! Там добавлялся урон с Аганимом, помимо всего прочего. Там еще с ракет, по-моему, давалось. Ну, выглядит как МВА, учитывая, что и без этого он просто всех тут перебил. Представь, еще бы с ракет. Он бы в той драке пятерых убил, реально, где вот он кидал и фантомку чуть не добил. Если еще с ракет изначально добавлялся. Так, ну что, вот игра переходит в ту стадию, как раз, когда вроде бы фантомка, Тинкер должны в лейте разрывать. Но на деле ошибок так много и цена ошибки такая высокая, что тут все слишком запутанно. Вот он уже профит 12 тысяч Нетворса, вот и Бестмастер десятка со своим Аганимом БКБ выходит. Леон три стака. Немного пока что, но для 20 минуты более-менее. В всяком случае, если продолжит в том же духе, реально может хорошо настакаться, и потом его там фингер где-то поможет. На Бестмастере что сейчас очень важно? Он получил 15-й талант, ну, на 15-м левеле. И у него есть шаль. Урон от заклинаний. То есть если он реально будет раскастовываться, он будет разрывать. Сейчас разорвут Тинкер, очевидно. Да, его прям тут ждали. Ну, я говорил, вот вроде в теории Тинкер суперсильный, но такие ошибки. То есть просто игра настолько... Как бы неаккуратная. Просто Тинкер куда-то летит, его разрывают. Разрывают. И все. И так, в принципе, может быть в любом месте. Кстати, 100 мы его сейчас видели вообще на варде. Очень опасно он встал в шадоу-мулете. И кажется, к нему мы уже прям выдвинулись. Прям да-да-да-да-да. И профит летит. И знают, что фантомка там. А как быть? Надо... Но знают, что он здесь. Ну-у-у-у-у-у... Да вы что же делаете-то? Нормально, убьют. Это жесть. Я думал, они его видели, а они мало того, что не видели, так они еще и не среагировали на тизер, потом на шарики. Но все равно убили. Бар наказан. И пуш сразу. И вот вам, пожалуйста, вроде бы только что игру выровняли. И все отдали Брейм обратно Они умеют Могут И с МКБ-то профит, смотрите, а БКБ уже есть сверху Привет всем, кто... Ну, профиту надо просто подольше жить На выживаемость хоть что-то докупить себе Ну, вот он после БКБ Планирует брать себе линку и кирасу Подходящие предметы Урона там пока достаточно Так, и пошли дальше БКБ на Вайпере, БКБ на Фантомке Смоук на Смоук разбивается Рошан еще не скоро Опа, как Акс залетает И как раз таки Вайперу не дают ничего кастовать Подкоп от Леона не дают заехать в Барри Минус Вайпер, он не нажал БКБ Великолепно сыграно, Фантомка А здесь МКБшечка, откуда? Да Террорайз попадает Матрица на Нефрита Тапольки еще Какие там все биты, это просто жесть Ну, все равно драк это Как же больно фея Сколько бы у него там останется, понятно Сколько бы ни осталось, Акс свою законтролил В итоге, фея погибает дважды в этой драке Использует байбек Ну, Акс сделал всю драку Потому что ворвался в Вайпер и не дал там вообще ничего нажать Потом еще великолепный подкуп был от Леона, который не дал заехать Барику Потому что я не знаю, там так получилось или нет И чудом, чудом спаслись остальные Ну и вот оно, раннее МКБ на профите позволяет ему перебивать Фантомку И он еще сильнее отрывается, и у него будет еще больше Делает линку, чтобы Барик не мог в него разогнаться На самом деле, вот чем силен профит Многие забывают, что у этого героя реально Очень жесткие прибавки к статам Вообще ко всем То есть обычно у нас как, интовик, который там Мало силы при этом, он дохлый Да, или мало ловкости, он медленно бьет Или силовик, но тоже без ловкости А этот, интовик, вроде бы на у него 3.7 прибавка к инте К силе 2.6 это много для интовика И к ловкости 3.6 это вообще небывалые суммарные показатели По-моему, профит вообще самый сильный герой Вот по совокупной прибавке Я больше, наверное... Не факт, не-не-не, я думаю, там есть персонажи поинтереснее Просто обычно супер мало Если есть к одному атрибуту И ко второму неплохо, то к третьему прям супер мало Да, ну условный там какой-нибудь там Кентавр к ловкости Очень малый к инте Винга есть, у которой вроде и ловкости и силы Но к инте у него тоже немного А здесь все за тройку Ну, в любом случае один из самых... О, вайперы опять ловят И профит уже здесь Да, темп прям набрали не мига жесткий Сейчас этот темп нужно как-то реализовать Ай, не закрыл фею Ты видел приросты у Рики? У Рики... Там две статы по полтора или по 1.6 И силы там что-то 2.2, 2.4 Я думал, что там наоборот сейчас скажешь Все по четверке Не-не-не Он самый вообще никчемный герой в этом плане То есть там самая худшая прибавка Понятно, ловкости дают немного, да? Чтобы не скалировалось это все Но лучше бы, я не знаю, сделали слабее ультимейт Но сделали больше прибавку Ну, чтобы хотя бы броня добавлялась у героя Ты ловкач, у которого там 1.6 ловкости добавляется Это ненормально Просто эти все статы, они же, ну, как бы более универсальны То есть вот условно профит, он поэтому и силен Что он может хотя бы шмоток докупить И да, у него пусть нет сильных способностей Но он зато вот на статах Статы, они всегда позволяют тебе бить с руки Иметь хорошие показатели здоровья, брони, хп А скиллы? Ну, есть персонажи, которые скиллами сильными Например, Алхимик, да, тот же У него тоже невыдающиеся прибавки Но у него есть свои, как бы, сильные стороны Есть там Спектр, у которой тоже слабые статы Но у него скиллы такие бешеные Что если ей дать статы, как у профита Это будет настоящая имба Но у Рики, да, Рики что-то у нас обделили 9000, смоук разбивается Но уже не знают, куда идти Их прям жестко встретил пару раз Акс И страшновато А профит вот уже сделал линку Планируется шарт И потом кираса Так, Барик На реакции Леон успевает Подкоп Барик Леон все-таки ошибся Хотя Акс ловит Фантомку Очень неплохо ловит Фантомку Как же хорошо Акс сейчас пробил ее Фантомка, все Выключено из боя Фантом Ассасин Профит просто делает телепорт И отменяет его Что? Может он мискликнул? За Чузен Вана заплевывает Вайпер Да, Вайпер здесь оказался посильнее Но вот Бестмастера не заплюешь И Тинкер еле живой Я не знаю, как он выжил И где он столько урона получал Мне интересно, Киритич мискликнул И нажал ТП Или он реально в какой-то момент подумал Что все очень плохо Как-то я не понял момента Ну 10 тысяч в итоге Отличный размин Фантомку убили Феи убили Вайперы убили Поменяли на Акса Леона И сейчас забирают второго Рошана С шардом Как раз таки для профита Который его хотел Нет? Для Веспа Для Веспа подстанчик Бест подставляется Тинкер Ой, Бестмастера стерло И Веспа тоже могут убить И убьет Да, что-то зафижено Бешеный рейндж с линзы Но находит Находит Ладин, который Замена, если что, сегодня Классно Помогает Очень классно нашел И смогли этого Тинкера одолеть Потому что размен был бы очень плохой Но в итоге Все-таки мобильность Сыграла свою Я вообще так понимаю Бестмастера так разорвало Потому что там же этот Знаменитый Профит Фантомку находят И Профит убьет ее Да, вместе с Аксом Они отрабатывают Размен Леона Который героически Продолжает жертвовать собой Киридич еще одного съедает Жесть Он по стопам Рамзеса У нас Ты не находишь Вот интересным То, что Вчера Цисы играли с Брудой И сегодня Брейм играли с Брудой А потом играли Цисы с Профитом И сегодня Немига играет с Профитом Только уже на следующей катке Вайпера Команде Брейм снится Этот Преон Просто начнет Ой-ой-ой Как больно Вайперу здесь Вайперосику-то ВК терпит Сейчас БКБ закончится Надо будет дожимать Здесь Вайпера Обязательно Промазал колом Но Брейм от Спирит Брейкера Вот это Профит, конечно Шард Сейчас уже Кираса будет И Фантомку он не чувствует Вообще Смотрю я на команду Немига И понимаю, что Несмотря на то, что у них не очень Хороший старт в лиге Да, в ДПС получился Ну, у них 2-2 по итогам Четырех матчей Так что говорю Потому что здесь Киритич опять Залез просто в эпицентр И погнал бить Нефрита Параллельно подставляется Спартан Его спасают матрицей А долго ли? Видимо, не очень Попал кустами Сам не ожидал, что он Наконец-то попадет В эту фею кустами Никак он не мог В реалме ее запереть Но он в чистом поле Сделал это В общем, не Миги Сейчас 2-2 И у них довольно Ну, интересный матч Остается Два очень легких Фантастик Файв И Гамбит Говорю, наверное Очень легких Даже по отношению К команде Гамбит Учитывая их Последнюю встречу В ДПС И Вигейминг Которые Ой, как Хотят пройти В первый див Но они Мига Может, например 5-2 закончить Такая путаница Начнется Так, временем На Веспа Нападение Веспа Должны убивать Да, там все Залетело 54 фрага У нас вчера Была карта 97 фрагов Ну, профит Уже добирается С вами огромными Пиньками Потихоньку До базы Вот уже Откусил 500 хп У вышки Это только начало Все еще есть Аега Делает сильвер Делает кирасу Делает все Короче говоря Сейчас 25 уровень Что возьмет Энтов еще Качнет Или нет смысла В этом Взять телепортацию Без кд Наверное В такой игре Хочется больше Ну, скорее всего Да Универсальный Такой талант Я иногда Смотрю в чат Там просто Там потоки Потоки Изливаются Боли И радости Все вперемешку То в одну сторону То в другую То брейм лучше То худшее То среднее Я уже определился Все Я в этой серии Ну, на самом деле Я вот в этой серии Хейтер нефрита Но как-то нефрита Особенно и Не сказать Ничего такого Потому что По факту Основное внимание Приковывают к себе Другие персонажи Это Тинкер Которому важно Не подставиться Это Акс Который может Круто синициировать Там Бист Профит А он просто Вот на своей фантомке Которая явно Здесь ничего уже Ну, от него уже Ничего не ждешь 13 тысяч Нетворса Он никак не перебьет Профита А учитывая Вот весь этот Суковой набор Так, сейчас За Чудан Ван пойдет Я чувствую Прям жестко врываться Ой, он вдвоих ворвался Ну, как он это сделал И Бист сюда же заехал И Ну, я не знаю Как он поймал этот момент В итоге Минус Акс, конечно Но фантомка погибает С дезолятором С Томанин пытается уйти Тинкер Отстреливает Леона Неплохо Минусовый размен В итоге Да, команда Немига Нападали, нападали Но Это все опять Без продвижения будет Просто убили Фантом Ассасин Да, Фантом Ассасин Там еще сильнее Начнет выступать Фуриона Но пока Тинкер живет База будет стоять Да, и сейчас еще И Камуди завезут Вон, Висп лопается И Бара Все сильнее становится Согласен Размен прям ужасный Три в одного Получился по итогам И Айнкрада Сейчас еще находит Барик Спайдер Лекс Работает Этот раз А, и у него тоже Ленка Ну все, они против Бара Защитились Главное не было такого Чтобы вы купили Четыре Ленкенсферы А Бара в пятого Разбежался Или в Крипочка И по всем пробежал Все равно всех застанил Очень обидно Бывает Так, Аегис закончился Сейчас нужно еще Пару раз юзать Мидас И на этом На самом деле Продавать его Вышка сверху Продолжает Терпеть Прям пинч Эту линию Киритич Ну или фаер будет Я уже запутался Это камбэк Или что Или нет И в чью сторону Сейчас Леон станет Шесть стаков У Леона уже Он не взял Талант на хп Ошибка Теперь только До тридцатого ждать До двадцать Восьмого Ну на самом деле Все равно Урон у него Зверский С фингера Шесть стаков Приличным Надо восемнадцатый Быстрее поднять Будет совсем И огоним И сразу По пять стаков Зарабатывать Что боже вообще С такими прыжками Чоузен Вана Где он там В два-три героя Может попасть Да Можно Помного Сразу забирать Надо главное Взять на двадцатом Вот Талант Еще правый А не вот эту Передачу союзникам И просто фигачить 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 Пока там Пока дают Пока нет Айн дисков Каких-то Хотя опять же Ну или фаеру профита Планируется Никак он не расстанется С Мидасом Прям максимально Хочется играть Эффективно По золоту Какой там ГПМ Ранзеса был 1015 1015 Ну не Пока тут Еще не пахнет Хороший ГПМ Это если вот Ты вот все Зафармливаешь При этом еще потом Быстро ломаешь здание Прям сам все добиваешь Еще кучу фрагов Тебе отдают Прям надо все Сломать здание Все эти туалетики Статуи Все-все-все Тогда да Плюс 35 К уклонению От блюр Вообще не понимаю Фишки этой темы Когда есть МКБ У соперника Что мол Все равно Все равно Он Оно становится Чуть получше Это уклонение Просто Минус армор Минус армор Сила Ну да ладно Ну кстати Из тех Кто с руки Его бьет Только профит с МКБ Все остальные Топориками Чем-то еще Всем чем угодно Пока уже 7 секунд Скоро останется 6 Там в принципе Топорами можно будет разгуляться Бесмастер Быстро не падает Давай взглянем Вот Последний раз на кэфе 1.02 на Немигу И 10 на Брейм От Винлайн Ребята Я бы с Тинкером Поосторожнее был Это очень опасно Вы знаете что делать Парни Пауза Ставится В этот момент 1.02 хаты выигрывать Линку сбил Целую Целую линку Все Это прямо Ну ладно Это не все Но это может зарешать Посмотрим Теперь 3 минуты с лишним Без лингенсферы А тут появляется как раз Рошан Профит-то как сыграл А и пытаются Пытаются Теперь снизу Пооткусывать линию И в миде Немножко побить По вышке Снизу пеньки Пошли 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 Нормально Ну кстати говоря Вот смотри Если он возьмет талант На пеньки Жирнее В 2.5 раза Это что у него будет 4.000 хп у пенька Ты имеешь ввиду Вот с шарда Я тоже Не хотел задать этот вопрос Я не знаю Потому что Я посмотрел сейчас на этого Там 1650 хп Ну да Это 4.000 хп должно быть Это только их С Ширинкреем Тинкера Можно будет убивать Так Сбивают линку Так надо посмотреть Сколько там урон 108 урона То есть будет 250 Ну короче Скорее всего Этот пенек Будет сильнее Вайпера Мега Крипы Сосать Такой пенек В соло Пачку Мне кажется Отфигачить Но я Я не знаю Вот единственное У меня сомнение Работает ли на усиленных Или это Ну по идее Да Почему нет В конце концов Это пенек У которого Реально Кроме вот этого Супержира Никаких Так Барик Разгоняется Ну тут Висп Тут Висп И тут Контратака Пойдет Шот Ты не пошелся До свидания Или он пошел Эх Не дали Скастовать Пришел Ой как красиво Висп Унес Отсюда В этот раз Акса А профит Уже А профит Уже Летит Так Ну мы ждем Тридцатый На самом деле Кстати Сочный Талантового профита Вот и левый И правый На десятом И левый На пятнадцатом Смотри у него Плюс пять Тринтов И потом еще На тридцатом На Рошана Идут Бреймы О это Это кстати Шанс на то Что игра Не закончится Вообще никогда Если сейчас Бреймы Заберут Рошана Давайте Давайте Ребята Я уже Никуда Не тороплюсь У меня уже Все Последняя Электричка Уехала Да Акс Врывается Но он один Его сейчас Быстро Убьет Сыр Он своровал Сыр Ой крит А кто будет Убивать фантомку Под бкб Никто Вайпер Хорош Хорош Так Ну Сыр по моему Своровал Акс Как мне показалось Да Сыр 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 Акс Он нажал Его В остальном Аегис Был у вайпера Был разменен Что еще там было Аганим там был Его забрала фантомка Судя по всему Потому что у нее появился Во-первых У нее нетворс Возрос очень сильно Во-вторых У нее появился аганим Так А вот они пеньки В этот момент Лодин Только что из таверны Вышел Нули фаер На вайпера Вайпер Бкб Тирадин Стоит в миде Еще Надо бы плюнуть Пару раз Плюет Забирают Так Гем где-то Лежит Пингует Лодин Где 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 Не вижу Где Леон Умер Я тоже Гем не вижу Почему у меня Не показывается Где умер Леон Ага Вот здесь Ну видимо Кто-то подобрал Ладно Сейчас посмотрим Да 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 конечно Такие заливки Тут идут Жесткие И тут уже Вообще ничего Непонятно Потому что Профит эту игру Может тянуть Очень долго И тинкер Эту игру Может тянуть Очень долго Давай Ждем 30 И ждем Супер гигантских Пеньков Без Супер гигантских Пеньков По 4000 хп Не победить 10 хат Марталис 10 10 Это много Но не рекорд Не рекорд Ну Это уже В любом случае Прям Максимально Максимально близко Скажем так В этой игре Уже Скоро будет 1.87 1.87 Потому что Она будет Слишком Рандомна Вичбейн У Владина Интересная темка С кого он там Что диспелить Собрался Интересно Матрица Диспелится Я вот не задумался Об этом Можно развеять Да Да кстати Диспелится Можно Матрицу Снимать Можно Да Слабенько Матрицу Снимать Ну да А не знаю Почему он тогда Его взял Что там еще Дается А Союзников Что-то снимать Да фиг Тоже как-то Неужели Ничего поинтереснее Не было Давайте посмотрим Вот например Так Фликер Шаль Например Которая 26 урона От заклинаний Учитывая что У него 6 зарядов На фингере Вроде как Выглядит Неплохо Так С гемом Идет Чекает Варды Видит что Вардов нет Тут бары Вообще С вражеской Базы Почему-то Бежит Профит 28 Левел 5 Число Призываемых Энтов Растет Энтов Все больше У нас Остановится Поехали Вот она Армия Но пока Тоненький Вот она Фармежка Для фантом Ассасин Да уже Мне кажется Тут уже Забудь про бабки Бабки Днокорых Уже не решают Все Уже Все Соберут Все что Только можно Ну хотя Пока еще Да пока еще Фантомки есть Куда расти Ну просто вот Минут 10 И в принципе Будет наплевать На фарм И уже нужно будет Как-то думать Убийствие Соперника Исключительно Вот для суппортов Да кстати Для суппортов Если какой-нибудь Барик разбегается Это сильно решает У Тинкера уже тоже Почти все Ему Тут Немножко Стало Загрейдить Хотя Изэриал Потом еще Линзу Загрейдить Вакторин Можно И это уже Неплохо И вместо Солринга Взять Да все что угодно Хоть Дагон Хоть Бладстоун Хоть что И съесть Аганим Взять шарт Не нормально На самом деле Я Сильно Недооцениваю Сейчас мощность Закупки В доте А по верхней линии Тем временем Армия Ну нет Тинкер сейчас Все быстро Задайфит Силовой блин Вот для кого Формежка Он и 4к хп Им снесет Изи Кстати 4к хп Когда Там Подвезут 30го фуру Не скоро Не скоро Без разменов Очень медленно Хп идет Потому что Вот смотрите Леону нужно 300 хп до 18 Он никак Капнуть ее не может А профиту нужно Более 3000 До 29го Более 3000 А до 30го Там еще больше Там просто Гигантские Какие-то значения Но зато Если он доживет Мы увидим С вами гигантских Пеньков Но мне кажется Это будет Такой Такий юзлис Вообще Просто тюфички Которых будет убивать Тинкер Абсолютно спокойно Да Против него Это не будет работать К сожалению Да против кого Это на 60й минуте Работает Я даже не знаю Против кого Против вайпера Всегда работает Да Фрэш-блинк Но нет Тинкера уже не хватило Слушай Ну Не Какое Тут Еще рано Тут никто не пойдет Заканчивать Мы никуда не торопимся Опачки А вот И бизнес пауза Ребята Ладно Давайте еще разок Взглянем на Кэфы Если есть они На нем Мигу больше Дают 2.55 на 1.40 Уже Уже все Ребята Ваш поезд ушел Винлайн Уже поняли Чем пахнет Эта карта Пахнет еще Как минимум Двумя Картами Переигровок Нас с командой Не отпускают В отпуск Да Что случилось Мне кажется Heaven просто там He disconnected Лол Можно умереть От старости Во время этой игры Такая она долгая Обещает быть Но тут надо Немиге Как-то Подкомбетчить Немиге Надо сторону сломать Или даже две И тогда Реально будет Прям плотная Потому что Допушить бреймов Будет нереально Но и они Всегда будут В тяжелой ситуации А пока Все идет к тому Что брейм Сейчас вот еще Немного И они уже Переедут Оппонента Законбетчить Закончить Надо было Минут 10 назад Против Фантомки И Тинкера Че тянули С таким Перефармом Попыток Сойти на ХГ Толком-то И не было Вот одна Какая-то Бялая Я не могу Тебе вообще Сказать Что тянули Не смогли Помнишь Пару раз Заходили Им дали Лазерочек Ракеточки И все И на этом Попытки Закончились А теперь Уже Там Вайпера Никак Не пробить На которого Прыгали Поехали В идеале Конечно Еще посмотреть Минут 18 Эту карту Дождаться Когда Вы будут Терпеть Шмотки Дождаться 30 левел Профита Покекать Над Огромными Пиньками Это последнее Что он сделает Просто покажет Нам Просто покажет Пинька 4 кхп И все И закончится игра Не в его пользу Так Бист Там тоже У него Большие планы Съесть Аганим Купить Кучу Всего Фея Не реагирует Хватит Вот так Вот так Вот нормально Сюда Фуриона Поймали Да Фуриона Поймали И его Не отпустят Это керри Если что Да Профит Тем временем Отпушил уже линию Поэтому О том Чтобы как-то Что-то запушить Речи не идет Но Фея была разорвана Тоже Бистмастером Тут уже Видишь Любой фраг Хорош Пиньки идут Пиньки не дают Не дают Кстати вайпер Реально Вообще Ему прям тяжко Он ничего им не делает Тинкер нужен Срочно Да Тинкер быстро Сейчас разберется Наносекунда Минус пиньки Все И делается Акторин И делается Бладстоун Как раз таки Да Суларинг Будет видимо Как-то перекладывать Или продавать Вообще Что там уже Мана вполне Достаточно Так Хорошо 38 тысяч На час профит Бистмастер Без рефрешера Надо аккуратней Барик может Сейчас минус линка И барик побежал Или так даже Да Ну все Уже не выйти Никуда с карты Забирают до биста У него байбека нет Надо срочно лететь Как-то Я не знаю Там через букдор Ломать верхнюю вышку Профиту Сможет ли он С пиньками Вообще А профит в таверне Да Это кстати Большая проблема Когда профит в таверне Именно потому что Невозможно Как-то Развлечь соперника Полететь Что-то отпушить Пашка Как ее убивать Вообще Ноль Информация Падает вышка А сверху ли он Который хочет выследить тинкера Ну как они его убьют Непонятно И отдают бараки Просто отдают бараки Без какой бы то Ни была Борьбы Я боюсь Включать чат Потому что там Каждый второй Выиграл 10 хат Да Так И вот она Опять Пошла грязь От фуриона Все что ему Остается здесь И теперь наверх Ну кстати Наверху Там вообще Интересные темки Потому что Барик Барик Нашел его Все Все Или нет Ой Перепрыгнул И чудом Спасается Профит По итогам Что Что делает Лодин Тинкера пытаются поймать Релокейт Акс Ловят тинкера Поймали кстати Поймали кстати Неужто шанс какой то будет Да И теперь еще Нефрита А нефрита Сатаник Но сейчас будет Террорайс Ой как Залетает Террорайс Но никто не может Никуда попасть Тинкер после байбэка Начинает бить Акс Колну стирает их Виш Все Не почувствовал Соло Изи ГГ по ГГ 29 Профит Не покажет нам Гигантских пеньков Если сейчас не случится Конечно какая то Мега заливочная Но второй раз Тинкера вот так убрать Байбэка у него уже не будет Да Ну или он после байбэка умер Акс Такое ощущение Что не хватает Самому рефрешера Вот он его делает Чтобы прям Рефрешнись он там Нажми на фантомку Свои А там Рошан Там Рошан Они реально не торопятся Смотри Супер маленький Рошан Где Рошан то Это В принципе уже по количеству Ухп он Подходит к этому К пеньку фуриона Гигантскому Так Все Разбираем Сыр берем Все берем Аегис забираем Шарт огоним Фея себе Берет Может быть шарт кому-то передаст Тем временем Тем временем Ломают еще одни бараки Байбэкается Акс И решают отойти И остается последняя сторона Да Ну и катки Акс Акс пошел Без Леона Прямо они пошли Фантомка Есть сатаник Бить то ее будет Да Бить реально некому Вис прилокейт Просто на месте И кое как Отбились Если можно так сказать Профит пошел дальше Сплитить Хочет тоже Аганим себе Потому что слоты заканчиваются Аганим 60 секунд Накладывает Отцепенение Прикольная тема Прикольная Но Не для 60 минуты игры Скорее Просто если бы В какой-то момент Бесплатно тебе дали Бара уже сбривает Пеньков всех За счет Своему спида И идут Дожимать Идут добивать Что по байбэкам По байбэкам Есть только Виспа Висту не хватает 2000 Ну Только невероятно Я даже не знаю что Учитывая что У фантомки есть сатаник И она Блэйдмэла Особо не боится Ее прям Надо как-то Жестко фокуснуть Тинкера фокусить Бесполезно Да и даже так Фантомка имеет байбэк У тинкера есть Аегис Очень тяжело Здесь как-то будет Отбиться Врыв вакса Аккуратненький Аккуратненько Аккуратненько Вис пытается засейвить Вис прилокейт Опять за фейлину Виспа Криты работают Минус акс Байбэка у него нет Террорайз пошел Вист откидывается Фею бьет Но С двух ударов убивают Виспастер уже на таком этапе Хоть 10-м аганимов Да Он ничего не сделает Баш на профит Не закончили До 35-й Наверное До 30-й И по итогу Брейм сейчас заберут карту Ну пока что Фортификейшн Пока мега-крипы Хотя вообще Никого не убили Никакого урона толком Ну убили Спиритбрекера Убили спиритбрекера Но И в 6 как драться Да Микера они два раза не убьют Да Непонятно Непонятно Вайпер уже начинает обстрел Интересно Кто с кем сейчас будет играть Мегавигейминг опять, да? Д2-цел Беспощаден Я не знаю Я бы Я бы всем дал Теплуз Всех Дисквалифицировал Навсегда С последующих сезонов Тоже, да? Да Либо наоборот Либо наоборот Только эти три команды И взял Не знаю Не могу определиться Может им отдельный Плей-офф на троих Да Пусть катают там Между собой В принципе Это он и есть Это и есть Отдельный плей-офф Бесконечный Это как называется Как-то заставить Команды играть Типа бесплатно Просто скажи Что есть переигровки И пусть они там Месятся Друг с другом Но что Еще одна серия Нам сказали админы Что будет именно так Думаю, что Прямо по той же Начнется То есть сейчас Немига против Вигейминг Реванш Да И потом проигравший Соответственно Против Брейм Для того, чтобы Понять Есть ли слабейший Или нет И так далее И так далее И так далее Вот Я не знаю Что у нас Сейчас будет со стримом Сейчас мы с этим всем Делом разберемся Мы в любом случае Пока выдохнем Пойдем на перерыв И к четвертой карте Стрим в любом случае Вернется Так что Оставайтесь с нами Вернется